Дамы и господа И давайте подумаем, боль это все-таки хорошо или это же плохо? Ну давайте начнем с позитивных аспектов болевого синдрома Врачи боль любят Но любят они не у себя, не любят ее у пациентов Потому что для нас это прежде всего диагностический признак С помощью него мы можем поставить разумный и правильный диагноз Мы можем определить, что это за патологию данного человека Плюс представьте себе такой вариант Наверное все знают, что такое радикулит Или же, как говорят врачи, что такое корешковый синдром Представьте, вот радикулит в таком положении И вот я выхожу, пытаюсь выйти на лекцию Правда что-то меняется Изменяется прежде всего еще социальная активность данного человека Изменяется его восприятие окружающего мира Поэтому борьбой Прежде всего еще Боль носит все-таки для нас стимулирующий характер Она старается нас оберегать от каких-то внешних воздействий Представьте Вот вы всунули палец в везде Ощутили, да, вас ударило, вам стало больно В следующий раз вы туда неужели В руку не рисунете Либо, крайне мере, как минимум Постарайтесь себя обезопасить Хочу привести пример Клинический пример Если у человека не было бы чувства боли Молодая девушка Во всех отношениях вполне нормальная Но у нее отсутствие врожденное Отсутствие чувства боли С детства происходит После постоянных прикусываний языка Происходит деформация языка Она не чувствует Делать те движения, которые вызывают деформации суставов Переломы костей, растяжение связок Это вызывает нарушение Общее нарушение ее сонатического состояния И в конечном итоге Эта девушка попадает в врача Проводится общее неврологическое обследование В 22 года Выясняется, что неврологической патологии У данного человека нет Она вполне ощущает Чувствует Тактильное ощущение Температурное ощущение Это все есть Она видит, хорошо слышит Но как только боль превышает определенный порог Чувствительность пропадает То есть для нас с вами Температура 50 градусов воды Это больно Для нее это было не больно Плюс Любой стрессовая реакция У человека вызывает Повышение сердцебиения Изменение частоты дыхания Изменение кожных покровов Повледнение кожи У нее стресс это вызывало А болевой синдром В отличие от нас с вами Таких проявлений не давало И в 23 года Вследствие действия Инфекционного поражения Тазобедренного сустава Эта девушка Скончалась Но если боли Много Она длится долго Это вызывает Значительные нарушения Нарушения функции органов Изменяется Поведение человека Изменяется Его социальная активность Плюс Ослабляется Иммунитет Ведь Человек Когда у него Что-то болит Изменяется Его восприятие Окружающего мира Болит тело Следовательно Он думает У него Одна доминанта У него что-то У меня болит И следовательно Он может думать Только об одном У меня что-то болит И как я могу Например Читать вам В этом ленте Хочу обратить внимание Что существует Множество Разных классификаций Боли Поведения Болевого синдрома Мы остановимся На так называемой Острой и хронической боли Острая подразделяется На островокализованную И на нелокализованную Острая Локализованная боль Это как раз та боль Которая проводится И которая сообщает нам Где у нас Где мы укололи пальчик Где мы ударились Мы точно можем указать И показать на своем теле Где это произошло Она проводится По Нереализированным Быстрым болотнам И попадает В достаточно Новые структуры головного мозга Сомотосенсорные зоны С1 и С2 И следовательно Мы точно можем указать Локализацию В то время как Нелокализованная боль Хроническая боль Она проводится По более медленным волокнам Проходит по паре Старом Спинотермическому пути И попадает Имеет Своё Имеет Своё представительство Во всей Корректору головного мозга Следовательно Вот этот Побуждающий Деформирующая Реакция Идёт на всю корру Плюс Имеет Своё представительство И в лимбической системе Олимбическая система Это Как раз Та система Которая отвечает За Эмоциональный Компонент боли Поэтому Мы можем Когда у нас Что-то болит Мы наблюдаем У человека Беспокойство Страх Страдания В конечном итоге Человек может впасть В депрессии У нас у врачей Есть Такой Термик Уход больного В боль То есть Человек полностью Погружается В болевой синдром Себя Он начинает Думать только Об этом В России Изучается Несколько школ Которые изучают Болевой синдром Или боль В частности Московская школа Представлена Академиком Крыжиновским Профессором Купушкиным Питерская школа Представлена Профессором Мазургевичем Наша Ростовская школа Представлена Профессором Овсяниковым Виктором Григорьевичем В лаборатории Боли Профессора Овсяникова Мы изучали Влияние Болевого синдрома На Врожденный Иммунитет При этом Обнаружилось Что болевой Синдром Может вызывать Некоторую Стимуляцию То что Обычно Вызывают Обычно Инфекционные Агенты Бактерии Вирусы Вот в этом Случа Вызывает Именно Болевой Синдром Вызывает Некоторую Стимуляцию Иммунитета Первичного Звена Иммунитета Врожденного Но При этом Если боль Длится Достаточно Длительное Время Если она Продолжается Достаточно Сильная То она В конечном Итоге Вызывает Истощение И снижение Инумного Статуса Человека Хочу рассказать Пример Из собственной Практики Когда я был Студентом И проходил Практику В больнице В скорой помощи К нам Пришла Пришла Сама Обратите внимание Пришла Женщина С рассеченной Головой Приблизительно 40-50 лет Ну и попросила Оказать помощь Помощь И оказали Рану зашили Обработали Взяли анализ Крови И очень удивились С таким Анализом Крови Люди Обычно Не ходят Они лежат Пластом Практически Находятся При смерти Лаборатория Ошибилась Сделали Повторный Анализ Анализ Подтвердился Собра Нам Запросили Оказывается Женщины Уже Уже Три месяца Болит Низ Живота Она Совершенно Не обращается К врачу У меня Трое Детей У меня Муж За ними Нужно Следить За ними Нужно Заботиться Мне Некогда Обращаться К врачу И В тот же День Кладут На операционный Стол Делают Операцию Все Заканчивается Благополучно Знаете Что самое Интересное Эта Женщина Сама На второй День После Операции Сама На своих Двоих Ушла Дома У меня Дома Дети Они Не кормлены Мне За ними Нужно Следить У меня Там Муж И так далее На основе Этого Примера Хочу Сказать Что Не всегда Все Может Закончиться Так Благополучно Поэтому Мое Пожелание К вам Заботьтесь О себе Берегите Ведь Болевой Синдром Это Первый Прежде всего Первый Звонок К вам К вам О том Что у вас Где-то Есть Какая-то Патология И стоит На этот Орган На эту Часть тела Обратить Внимание Поэтому Берегите Себя Следите За собой Обращаю Внимание Что болевой Синдром Все-таки Изменяет Ваше Восприятие Ваше Жизненное Восприятие Окружающего Мира Поэтому Радуйтесь Жизни Если нужно Обращайтесь Вовремя К специалистам Будьте Здоровы Спасибо За внимание АПЛОДИСМЕНТОМ Продолжение следует...